Часто задают вопрос пациенты о длительности психотерапии. Длительность психотерапии может значительно варьировать и в зависимости от многих факторов. Это и направление психотерапии, и тяжесть проблемы, и индивидуальные потребности и предпочтения пациента, и ресурсы, которые доступны для осуществления этой психотерапии. Первое – это направление психотерапии. Разные типы психотерапии имеют различные подходы и методы работы с клиентами. И это может отразиться на длительности процесса. Некоторые короткие формы психотерапии, например, краткосрочная психотерапия в рамках КПТ, например, может длиться от буквально нескольких сессий до нескольких месяцев или до полугода, например. При паническом расстройстве бывает вполне достаточно 10-15 встреч. Другие формы, такие как психоанализ, могут продолжаться годами и даже когда десятилетиями. Иногда только диагностика и определение мишеней психотерапии может занять несколько встреч, до 5 или до 10 даже в некоторых случаях. Тяжесть проблемы. Если у пациента есть длительные и сложные проблемы, требующие глубокого и длительного исследования, то психотерапия может занять больше времени. Некоторые проблемы могут быть решены за несколько месяцев. Другие могут потребовать годы работы. Например, работа с людьми с расстройством личности может запросто занять 2-3 года. При этом в разные этапы может меняться форма психотерапии. Это может быть и групповая, и индивидуальная, и семейная. Иногда клиенты могут приходить с запросом на разовую консультацию. В таком случае подобную однократную встречу нельзя назвать полноценным процессом психотерапии. Третье – индивидуальные потребности и предпочтения. Каждый пациент имеет уникальные какие-то потребности и предпочтения в отношении психотерапии. Некоторым людям может потребоваться только краткосрочная поддержка и решение каких-то конкретных проблем. А другим может понадобиться какая-то более длительная работа, более длительный процесс глубинного исследования и изменений. Ресурсы. Длительность психотерапии также может зависеть от доступных ресурсов. Это и финансовые возможности, и доступность самого психотерапевта. В принципе, у некоторых специалистов запись может быть на год или больше вперед. Важно отметить, что психотерапия – это процесс, который требует времени и усилий как со стороны пациента, так и со стороны психотерапевта. Продолжительность психотерапии обычно определяется взаимным согласием между пациентом и психотерапевтом на основе оценки индивидуальных потребностей и прогресса в работе. Если у вас есть какие-то вопросы относительно психотерапии, психического, ментального здоровья, пишите, пожалуйста, в комментариях. По возможности я на них постараюсь ответить. Всего вам доброго. До свидания.